Девушки отдыхают Этот памятник называется «Разорванное кольцо». Он стоит на берегу Ладжского озера, недалеко от Ленинграда. В военном 41-м году город выглядел совсем иначе. Вой снарядов над Невой раздается в тьме ночной. «Бомбы рвутся на мосту, ленинградцы на посту». Эти стихи написал в то суровое время десятилетний мальчик Лёня Шувалов. Ленинградские дети узнали новые слова. Блокада, бомбоубежище, паёк, голод. Около Исаакиевского собора встали зенитки. К линии фронта можно было доехать на трамвай. В городе не хватало хлеба, остановился транспорт. Наступила зима. И только одна дорога связывала город с большой землёй. Её проложили по льду Ладжского озера. Этот тяжёлый ледовый путь назвали «дорогой жизни». Дорога жизни спасала ленинградцев от голодной смерти. И наши войска героически защищали её. Стойко держались на всех рубежах. Один из таких рубежей – крепость на островке при входе Невы в Ладжское озеро. Шлиссельбург. «Ключ город» – так назвал эту крепость Пётр Первый. Артиллерия крепости сковала фашистские войска на левом фланге Ленинградского фронта. Враг обрушил на крепость 50 тысяч снарядов и мин. Отважный гарнизон выдержал 2000 огневых налётов. Выстоял 498 долгих дней обороны. И здесь у Шлиссельбурга в начале 43-го года советская армия прорвала блокаду. Мы всегда будем помнить о дороге жизни и её героях-водителях. О всех тех, кто не дал врагу сомкнуть кольцо вокруг Ленинграда. И стоит зенитка, защищавшая дорогу жизни, рядом с памятником разорванное кольцо. А на памятнике слова «Дорогой жизни шёл к нам хлеб, дорогой дружбы многих к многим. Ещё не знают на земле страшней и радостней дороги». Ну вот, ребята, перед вами прошла на экране одна из героических страниц войны. А теперь продолжим наш журнал. Я хочу вас кое с кем познакомить. Узнаёте? Это ваша старая знакомая. Два долгих года проводит она в тихой заводе рядом с рыбами и головастиками. И только на третий год вылезает на сушу. Смотрите внимательно. Сейчас на ваших глазах произойдёт превращение. КОНЕЦ Теперь узнали? Ещё нет? Ну вот, смотрите. Насекомое обретает крылья. Сушит их на солнце. И превращается, да-да, в знакомую вам стрекозу. Цвистать всех наверх! Мы выходим в море! А выходим мы в море. За конфетами. Да-да, секрет любимых нами сладостей спрятан в солёной морской воде. В этих водорослях, носящих причудливое название филофора. Морскую траву под водой скашивает и поднимает на палубу. Теперь из неё надо извлечь то самое вещество, которое делает конфеты вкусными. Для этого водоросли вываривают, раствор очищают и в конце концов получают тонкие прозрачные пластинки. Агар-агар. На кондитерской фабрике агар-агар растворяют, добавляют в него сладкий фруктовый сироп и получают знакомый нам мармелад. Плотный, упругий, нежный, вкусный. Именно и эти качества и придал ему агар-агар. А теперь под шоколадный душ и в обёртку. Без агар-агара не было бы ни лимонных долек, ни воздушного зефира. Рассказ последний о камнях-самоцветах. Вы, конечно, помните сказку о хозяйке Медной горы и её сокровищах. Раньше Василий Васильевич Коноваленко, как и другие художники, пользовался красками. Но увидев однажды камни-самоцветы, он, как и сказочный Данила Мастер, навсегда заболел каменной болезнью. Он решил оживить камень, делать из него фигурки. Художник отложил краски, ведь у каждого самоцвета свой цвет. Рубаха у дедушки и платок у бабушки из пурпурина, лица у них из агата, моток ниток из золота, юбка у бабушки из нефрита. Подобрать камень, использовать особенности каждого, выточить их, отшлифовать, дело непростое. Около года кропотливого труда уходит на одну маленькую фигурку. Тонкая, ювелирная работа. Конечно, знают дети, еще не все на свете, и это очень грустно, приходится признать. Но было бы, но было бы желание, придут к тебе, придут к тебе и знание, и за это вам ручается. Журнал «Хочу все знать».